Приветствую вас! Как я понял, проблема в том, что к вам пристают мужчины, да, забоченные мужчины, которые, в общем-то, видят в вас только сексуальный объект и ничего и никого больше. Соответственно, видите ли, в чём дело? Дело не в одежде и не в том, какие-то шеете вы или нет. Именно ваша холодность, ваша скромность, возможно, и заставляет их вести себя подобным образом. То есть появляется желание завоевать. Кто знает, может быть, если бы вы были более дружелюбны, может быть, если бы вы были более открыты, может быть, если бы вы были более расслаблены при взаимодействии с ними, они меньше бы на вас обращали внимания. Конечно, нельзя, нельзя сказать о том, что однозначно это так. То есть, на мой взгляд, тут могут быть варианты, и вариантов может быть довольно много, поэтому не собираюсь утверждать, что дело именно в том, что вы ведёте себя слишком недружелюбно. Давайте подумаем вот о чём. Что объединяет мужчин? Ну вот, всех мужчин, с которыми вы взаимодействуете. Всех мужчин, которые к вам пристают. Как вы думаете сами, что их объединяет? Вообще, есть ли что-то у них, есть ли вообще что-то объединяющее их? Я полагаю, что именно это и является ключевой момент данной проблемы. Ещё раз повторю, дело не в вас. Хотя, возможно, возможно, надо так сказать, сложно, нужно анализировать. Вот, изгоняя это, вот я прочитал, ну, дело не в вас, дело в мужчинах. Или в том, как вы себя с ними ведёте. Понимаете, если вы ведёте себя по-деловому, но при этом привлекательны, красивы, то хочется вас как бы раскрепостить. Хочется вас завоевать. Таким мужчинам хочется посмотреть, как вы, такая строгая, такая, ну, аскетичная, да, например, как вы будете, например, в постели. Очень многие мужчины, очень многих мужчин привлекает именно такая ситуация. То есть им важен не столько секса, который они, в принципе, могут получить от кого угодно, а им важно именно то, чтобы именно вас, именно такую девушку, например, завлечь в постель. Тем самым доказать себе, что, ну, он крутой, что он смог, что он покорил вас, ну и так далее. Естественно, это пример. Естественно, это не нужно, ну, позиционировать как справедливое утверждение для всех мужчин. Не для всех это мужчин справедливо, но, к сожалению, для многих очень даст. Соответственно, учитывая данный момент, вам необходимо делать все выводы. И говоря о выводах, говоря о, ну, каких-то рекомендациях, я бы вам сначала попробовал бы все-таки проанализировать, как вы ведете себя с этими мужчинами, в первую очередь, это первое. Второе. Я бы порекомендовал вам подумать, именно подумать, не торопитесь отвечать, отвечать сразу на этот вопрос. Почему вас так задевает то, что они к вам пристают? Ну, пристают, ну и что? Начинают агрессивно, агрессивно реагировать. Опять же, это их проблема. Если это влияет на вашу работу, то есть они не хотят с вами работать из-за этой ситуации, то в таком случае можно говорить о том, что вам действительно нужно менять свою работу, либо, либо учиться с такими мужчинами вести себя, ну, скажем так, более, знаете, терпеливо. То есть, то есть, что я имею ввиду терпеливо, не отказывать им сразу, с первого раза, да, не вести себя холодно, например, давать надежду, но потом, если, ну, как бы, потом, после того, как вы какое-то время пообщаетесь, просто-напросто ссылаться на занятость, на то, что вам сейчас некогда и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, как ситуация складывается? Что есть некие триггеры, вы их не описываете, вы, как бы, вы, понимаете, вы не описываете подробно свое поведение, только помимо того, что вы общаетесь, ну, нормально, негабетничаетесь. Нужно это анализировать, нужно анализировать, что цепляет вас, вас, мужчины, понимаете? Далее, что касается работы и того, что вы хотите менять направление и того, что в офисе работать не в ряд, потому что условия нечеловеческие там, зарплата маленькая там, и, в общем-то, обманывают вас на деньги. Знаете, если в нескольких офисах ведут себя так, то, соответственно, есть тенденция. И эта тенденция неприятная для вас. Вы позволяете себе вас обманывать. Конечно, вы можете сказать, что вот, я ничего такого не делал, я вообще, как-то я могу позволять себя обманывать, но, тем не менее, многое, очень многое зависит от того, как вы, ну, например, позиционируете себя. Как вы, например, относитесь к работе, как вы относитесь к своим обязанностям, как вы относитесь к трудовому договору, который вы заключаете. Понимаете, все это важно, очень важно, если вы изначально ставите себя как-то вот, ну, негативно для работодателей, ну, соответственно, ничего удивительного нет в том, что вас обманывают. Если бы эти люди действительно нарушали бы закон, ну, я думаю, что их бы уже давно привлекли к ответственности. А раз не привлекают, значит, что? Что значит? Что-то в этом есть. Значит, почему-то они ерзатся на плаву, и вам нужно, опять же, анализировать свое поведение. Потому что, людей вам не поменять. Кроме того, на более высокооплачиваемой работе, о которой вы говорите, и более жесткая дисциплина, на самом деле. Поэтому, почему вы решили, что там, куда вы хотите пойти, дальше работать, будет таггинг. Далее у вас идет явное неприятие мужчин, то есть вы скрипя зубы работаете с ними. Здесь можно говорить о том, что у вас, возможно, имеется некое предвзятое отношение к мужчинам, и, соответственно, негативное восприятие их. Конечно, я не могу сказать сейчас, какое именно и почему, но, полагаю, полагаю, что это тоже может быть. И тоже может быть причиной того, почему у вас возникает такая ситуация. Соответственно, с этим также нужно разбираться. Получается, что никакого конкретного ответа я вам не дал. Ну, помимо некоторых общих деталей. К сожалению, на данный момент не представляется возможным дать вам более развернутый ответ. Потому что слишком мало информации именно о вас. Да, есть озабоченные мужчины. Да, есть вы, которые ничего не делаете для того, чтобы привлекать их и одеваете достаточно скромно и так далее. Но! С чем-то же вы их все-таки цепляете? С чем-то же вы их все-таки привлекаете? Не очень понятно, работаете вы удаленно в своем городе или нет? Если вы в своем городе, то можно объяснить маленьким количеством женщин, например. Но если вы работаете в другом городе, и там этот город как бы побольше, то я полагаю, что здесь необходимо все-таки анализировать. Проблема, как бы печально это не звучало, проблема у вас. Я надеюсь, что помог вам пока что хоть немного. Надеюсь, что ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста, в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...